Когда я увидела первый проект этой выставки, они пришли ко мне и говорят, ну давайте, мы вот сейчас вам нарисовали, потом обсудим, не понравится, мы еще раз нарисуем. Когда увидел, сказал, ребят, что рисовать-то, тут все так красиво, не надо. Семиметровая металлическая инсталляция. При создании авторы черпали вдохновение в работах авангардистов начала прошлого столетия, создавали эту художественную конструкцию из частей старых театральных декораций. Вся эта инсталляция, она собралась из вот таких осколков спектаклей прошлых лет. Все части этой конструкции когда-то были на сцене, в них, собственно, есть дух театра. И дух театра наполняет не только фойе, но и выставочные зоны. Всего их здесь девять. Каждая посвящена отдельным этапам театральной жизни, от сценических костюмов до сценарных набросков. Сценарии, которые нам когда-либо присылали, пьесы, они очень давние, имеют свою историю. Здесь все можно потрогать. Листочки, которые летят вокруг нас, символизируют то легкое вдохновение, которое должно посещать драматургов. Помимо бумажных экспонатов, в поиске которых помогали уже не театральные, а музейные сотрудники, на выставке представлен и реквизит, принимавший участие в сотнях постановок. Здесь же и сценические костюмы, примерить которые может каждый. Мы в нашей выставке постарались вспомнить и нынешних работников, кто сейчас работает в театре, отдать им дань благодарности. Вспомнить тех, кто трудился на славу нашего театра 10, 20, 30, 100 лет назад, с чего все это начиналось. А лично отдать дань благодарности театралам можно будет в течение всего сезона до конца мая. Сотрудники советуют выделить дополнительные полтора часа перед началом спектакля, чтобы ознакомиться со всеми выставочными зонами. И напоминают, вход возможен только при наличии QR-кода. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.